Всех приветствую! Продолжаю знакомиться с интересными людьми. Палиф Томас, американская актриса немого кино, родилась 20 октября 1894 года в рабочей семье в пригороде Питтсбурга. Я пользуюсь Википедией. Ее отец умер, когда она еще была ребенком из-за сложившегося плохого финансового положения в семье. Ей пришлось бросить школу и пойти работать, чтобы помочь матери и двум младшим братьям. В апреле 1911 года в возрасте 16 лет вышла замуж за Бернанда Круга Томаса. И в последующие два года брака работала клерком в Нью-Мирмаге, Питтсбурге. После развода она переехала в Нью-Йорк и устроилась на работу в один из универмагов, Гарли. В 1114 году Томас приняла участие и впоследствии выиграла конкурс «Самая красивая девушка Нью-Йорка». Победа в конкурсе помогла ей сделать карьеру модели для художников. И позже она позировала Харрисону Фишеру, Рафаэлю Киршнеру, Пин Рину, Стэн Лоузу и Хаскелу Коффину. Харрисон Фишер написал рекомендательное письмо Лорезу Зигфельду, который взял Али в свое шоу «Безумство Зигфельда». Спустя некоторое время Томас стал участвовать в другом подобном шоу. Оно называлось «Полуночные развлечения», которое показывалось в театре «Новый Амстердам». Вскоре, благодаря своей красоте, Алис стала очень популярной среди посетителей шоу, большинство которых были состоятельными бизнесменами. Она стала получать много подарков от своих поклонников. Алис также согласилась позировать обнаженное для перуанского художника Альберта Варгаса. В 1916 году Томас подписал контракт международной кинокомпании, и в последующие четыре года своей кинокарьеры появилась более чем в 20 фильмах, наиболее известным из которых стала картина «Сумасбродная марш» 1917 года. Алиф Томас также был известен как светская левица, посещающая множество различных вечеринок в высших кругах общества. После замужества в 1916 году Джеком Пикфордом – это американский актер, сценарист и кинорежиссер, брат знаменитой Мэри Пикфорд. Ее страсть к званым вечерам только увеличилась, так же, как и к употреблению алкоголя. Вместе с мужем она не раз попадала в автокатастрофы, находясь в алкогольном опьянении. Ночью 5 сентября 1920 года супруги отправились на одну из вечеринок, с которой вернулась поздно ночью, уставшими и утомленными. Алиф, которая была достаточно пьяна, случайно выпила большую дозу жидкого хлорида ртути, предназначавшегося для лечения хронического сифилиса мужа. После этого она была доставлена Джеком в американскую больницу, но врачи оказались бессильны, потому что доза ядовитого вещества была очень велика. И через несколько дней Алиф Томас умерла от нефрита, вызванного отравлением. Во время перевозки тела Алиф в США Джек Пикфорд пытался совершить самоубийство, но его удалось от этого отговорить. Между тем возникли слухи, что Алиф была или убита, или покончила с собой. Но полицейское расследование и вскрытие тела показали, что ее смерть была именно несчастным случаем. После смерти Алиф поговаривали, что видели ее призрак в театре Новый Амстердам, где в свое время она блистала. Вот так вкратце о американской актрисе Немо Кино Алиф Томас. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.